Идейное неприятие реформы Конституции стоило москвичу Максиму Веселову не самых приятных минут жизни. Решение сорвать с дверей подъезда листовку о предстоящем голосовании и нежелание принять поправки близко к сердцу привело к неожиданному результату. Это увидел мужчина, который заходил рядом со мной. У нас с ним случилась небольшая словесная перепалка. Он мне задал вопрос, зачем я это делаю. Я сказал, что я считаю это правильным. И, в общем, он меня практически сразу ударил по лицу. Камеры возле подъезда все зафиксировали, но нападавшему, по словам полицейских, грозит теперь максимум штраф или арест на 15 суток. Единственное, что он сказал, это то, что я сторонник Навального, раз я срываю, хожу в листовки по голосованию. Об эпидемии коронавируса в России уже почти не слышно. Телеканалы такие новости сообщают по остаточному принципу. Зато на экранах круглые сутки досрочно одобряют поправки к Конституции военные. Любой знак, в любом из окошечек на том числе. А члены избиркомов, не жалея себя, летают на вертолетах в самые отдаленные уголки России, чтобы услышать голос каждого. Вот такие щиты с рекламой голосования о поправках Конституции за последние недели стали привычным атрибутом любого городского пейзажа, будь то в Москве или за ее пределами. Нарратив администрации Кремля понятен. Это наше решение о нашем же будущем, в котором обновленная версия основного закона позволит как-то сохранить память предков, обеспечить доступное здравоохранение, безопасность и даже ответственное отношение к животным. Вот только ни на одном из этих рекламных счетов нет упоминания главной поправки, благодаря которой Владимир Путин сможет оставаться у власти до 2036 года. Политолог Дмитрий Орешкин от всей этой наглядной уличной агитации в стороне. За кампанией подготовки к всенародному одобрению поправок он наблюдает из дачной самоизоляции. Чем ближе старт голосования, тем больше Путина в телевизоре и газетах. А к основному дню, 1 июля, россиян и вовсе ждет очередное обращение президента. Представим, что вы работаете в команде администрации президента и ваша задача накидать тезисы для этой речи. На что надо делать упор по-вашему? Что сейчас может спасти положение? Я думаю, что положение будет спасать все-таки административный ресурс. Рисовать цифры будут с помощью административного ресурса. То есть речи не помогут? Речь не вдохновит. На самом деле, мне кажется, Путин за последние несколько месяцев очень сильно потерял доверие как источник информации. Вот он что-то говорит, говорит, а как-то реальности это не касается. Это первое. А второе, то, что можно было использовать, мастера путинской администрации уже использовали. Сплоченность народа перед угрозой Запада, который нас хочет растоптать, разорвать на части и проглотить. Работает все меньше, но другого-то ничего не удается предложить. Над всей этой компанией работает та самая команда политтехнологов, что готовила и предыдущие выборы в России, говорит журналист и основатель политического дискуссионного клуба Дарья Корнеева. Почерк, по ее словам, читается с первого взгляда. Какой-то новизны принципиальной или широкой дискуссии на эту тему с привлечением большого количества лидеров мнений. Ее не очень видно, а то, что делается, вызывает скорее вопросы. Яна Рудковская с сыном и супругом, которые тоже агитировали за то, чтобы прийти на избирательные участки. Поэтому методы кажутся мне довольно привычными и не рассчитанными на, скажем так, креативное молодое поколение. Вместо новых смыслов предложить в этот раз удалось электронное голосование. В Москве и Нижегородской области выразить отношение к реформе Конституции можно будет, не приходя на участки. И это, говорит политик Роман Юниман, открывает новые возможности организаторам плебисцита. Электронное голосование, оно используется для принуждения бюджетников. Это его главная задача и главная цель. И сейчас, собственно, мы это видим. То есть у них есть, по сути, такая автоматическая система контроля за тем, кто пошел на выборы, то есть кто зарегистрировался, получается, кто проголосовал. Они даже не скрывают. Они только говорят, что они не могут посмотреть, как именно люди голосовали. И это, ну, как бы, то есть это неясно. Официально, как бы, это невозможно, но неофициально, я думаю, возможно все. И работники тоже это понимают. И поэтому они голосуют как нужно. Роман Юниман на прошлогоднем электронном голосовании, тогда еще экспериментальным, уступил 84 голоса кандидатов депутаты Мосгордумы от «Единой России». Политик уверен, что всему виной были технические сбои, в результате которых система не работала несколько часов. Впрочем, в общественном штабе наблюдателей в надежности электронного голосования сейчас не сомневаются, несмотря на недавние скандалы с сим-картами и подставными избирателями. А факты организованного принуждения вовсе отрицают, списывая все на эксцесс исполнителей и перегибы на местах. Честно скажу, когда разговаривали мы с руководителями крупных компаний, ну, государственных, типа МАЭСКО, еще какие-то, сам руководитель-то не в курсе был, либо оправдывался, но все время говорил, ой, это, наверное, у меня зам по политике напортачил. Ну, в общем, вот такие штуки мы купируем. Но купировать все, видимо, не удается, иначе бы соцсети не полнились постами об одном и том же. Тем, кто получает зарплату из бюджета, начальство настоятельно советует зарегистрироваться на платформе электронного голосования. Учитель математики одной из московских школ Арман Туганбаев уверен, что такая мобилизация организована на уровне мэрии. Я не могу сказать, что меня заставили что-то сделать. Меня не заставили, мне очень рекомендовали. Тебя не обязывают голосовать так, как им нужно. И поэтому многие оправдывают, что это маленькая уступка, а не какой-то большой договор с совестью. Но чаще всего мы видим именно историю про то, что это не инициатива людей на месте. Это попытка выжить, и просто люди выбрали путь того, чтобы в этот раз выполнить эту просьбу. Из-за пандемии процесс голосования в России растянется на семь дней. Но даже в таких условиях Кремль обеспокоен тем, что одобрение поправок мало кого заинтересует. Чиновники рассчитывают на участие больше половины избирателей, хотя формально нижнего порога явки в России нет. Потому что когда она будет низкая, говорить о том, что большинство людей за этот процесс, большинство людей легитимизировали эти изменения, будет крайне сложно. Именно поэтому цифры по явке, по активности населения, они и так важны. В регионах России теперь ежедневно рассказывают о печати бюллетеней и подготовке избирательных участков для голосования. Едва ли не главного в этом тысячелетии. Это же величайшее историческое событие. Даже если ты принял решение любое, такое проголосовать, либо такое, ну ты должен прийти на это историческое событие. Явку стимулирует даже розыгрышем миллиона призов. Вот такими объявлениями москвичей заманивают на избирательные участки. Сейчас они стали еще и, скажем так, принуждать сотрудников организаций подрядных, то есть которые частные, но они на господряде. Я точно знаю, что, допустим, в организации, по-моему, Мосметрострой или Мосметропроект, в общем, я не помню точное название. То есть это частная организация, но они сидят на подряде у Москвы по проектированию метро. И их тоже принуждают, потому что, мол, вы хотите продолжать выигрывать тендеры или как бы нет. Поэтому принуждают всех, кто хоть как-то связан с государством. Это подтверждают и источники агентства «Рейтер». По их сведениям, Кремль подготовил целый план действий – мобилизация в корпорациях. Инструкцию, как побуждать сотрудников голосовать. В московском общественном штабе наблюдения, впрочем, это отвергают. На властном уровне, ну, начиная, я бы сказал так, от замов мэра, никаких команд по принуждению к голосованию не давалось. Не надо принуждаться, никакой такой задачи нет, и никто их никуда не уволит. Не дай бог, кстати. Если будет еще увольнение, будем вообще разбираться вплоть до уголовных дел. За три дня до начала общероссийского голосования сам Владимир Путин впервые за несколько месяцев заговорил о своем предстоящем обнулении. Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности, если это возникло в Конституции, возможности баллотироваться. Посмотрим. Впрочем, каким бы ни было решение президента, в Кремле и не только, кажется, окончательно уверились. Эта музыка будет вечной вне зависимости от одобрения поправок. Говоря словами спикеру Госдумы Володина, после Путина будет Путин. Андрей Ижов, Сергей Шемраев, Леонид Бабков, Анна Лебедева, Веста Йорши, Антон Сухоруков, телекомпания RTVI, Москва.